Здравствуйте, меня зовут Аня, я спианка физико-технического факультета НТУ ХПИ. Я уже третий раз выступаю в синемарии с лекциями. По своим образованию я физик-материаловед. Что это значит? Я занимаюсь исследованием свойств полупроводниковых материалов, которые используются во всей лестонике, которая только у нас есть. Первый раз я рассказывала про полупроводники как светодиоды, второй раз я рассказывала про полупроводники как подэлектрические преобразователи, солнечные батареи, и третий раз я сегодня хочу вам рассказать про термоэлектричество. И могут мне подсказывать, термоэлектричество это область, в которой я пишу свою диссертацию. И каждый раз, когда мои друзья, знакомые спрашивают у меня, а чем ты занимаешься, вот ты там ученый, что ты исследуешь? Я говорю, ну вот там термоэлектрики. И почти никто не знает, что это такое. И каждый раз рассказываю, объясняю, что это такое. И мне в конце концов обратилась идея рассказать эту лекцию, потому что это очень важная тема, она очень широко используется в науке и технике, в производстве и в быту, но о ней мало кто что-то знает. Я говорю, у меня к вам вопрос. Вы когда-нибудь слышали хотя бы это слово, термоэлектричество? Слышали. А как вы думаете, знаете ли вы, что оно означает? Ничего не знаю. Ну хорошо, об этом и поговорим. Пожалуйста, следующий слайд. Ну, кто такой, зеленые технологии вы, наверное, слышали. То есть какие там примеры, зеленая энергетика, какие ассоциации у вас возникают? Солнечные батареи как раз. Ну да, чаще всего это какие-то... Электриотики. Электриотики, солнечные батареи, куда вспоминают биотопливо, какие-то альтернативные источники энергии или технологии, которые помогают экономить электроэнергию и вообще топливо. Термоэлектрики также к ним относятся. И, наверное, одно из самых... Пожалуйста, следующий слайд. Ну что я хочу рассказать вам. Во-первых, что это такое, где оно используется и как работает. Ну начну с того, где используется. Это самое простое и доступное всем. Пожалуйста, следующий слайд. Представим, что вы пошли в поход далеко-далеко. И у вас нет резетки какого-то способа зародить свои устройства. Фотоаппарат, планшет, мобилку, какие-то навигационные приборы. Первое, что хочется взять с собой, если вы знаете, что люди далеко-далеко, это солнечные батареи. Сейчас есть портативные, их можно использовать. Но вдруг вы идете в какие-то условия, где дождь, плохая погода, или зимой заполярный круг. Да. Что еще можно использовать? Как раз можно использовать термоэлектрики. Потому что в походах почти всегда есть или газовая горелка, или костер, или еще какой-нибудь источник тепла. И именно благодаря тем устройствам, которые, скажем так, не подсоединяются к костру, но используют тепло от костра, можно производить зарядку мобильных устройств и прочих-прочих. Вариантов множество. Они на рынке представлены. Как уже готовые котелки, как прям готовые емкости, куда дрова засыпать, готовить еду, и заодно генератор будет генерировать электронную энергию. Такие навесные, просто какой-нибудь котелок есть, к нему цепляешь термоэлектрик. Ну и такие вот подставочки, которые подставляешь или в постер, или на газовую горелку, ну и заряжаешь свое устройство. Самое интересное, что это представлены современные разработки, но они были известны довольно-таки давно. Еще во Вторую мировую войну использовались партизанами советскими для того, чтобы заряжать радиоаппаратуру и придавать, обменяться сигналам. Это единственный способ использовать термоэлектрики как источники электроэнергии. Пожалуйста, следующий слайд. Есть такое понятие, как зеленый дом, то есть опять-таки зеленые технологии, солнечные батареи, автономное отопление, суперпокрытие для ликвидации потерь, тепла через стены, потолок, ну такой модный тренд, который все хотят. В этом технологии также используют термоэлектричество. Есть, ну опять-таки, если у вас собственный дом или какой-то проект, и вы хотите, чтобы он был полно всеотониман, вы делаете свой собственный котел для отопления всего помещения. Но можно этот котел сделать гибридным, к нему прилепить термоэлектрический генератор, и вы будете не только отоплять помещение, но еще дополнительно вырабатывать электроэнергию. Особенно это эффективно, зимой, во-первых, пошел от отопления, это отопительный сезон, а во-вторых, потому что зимой солнечные батареи, ветряки работают в наших сиротах хуже. Солнечный день коронский, солнце низко над горизонтом, ну и многие другие проблемы. Следующий слайд. Термоэлектрики не только используются как источники электричества, как не парадоксально, они используются как источники холода. То есть это всевозможные кондиционеры. Их эффективность в малых помещениях и для охлаждения малых объемов рабочих намного выше, чем обычные, которые используются в холодильнике на рабочем материале в кладогене, которые в обычных холодильниках на них циркулируют. Поэтому кондиционеры обычные, это охлаждение, кулеры для охлаждения электроники, электросхемы, компьютеры везде. И в транспорте. Потому что в транспорте есть такая проблема, это выделение лишнего тепла в двигателе. Она рассеивается абсолютно бессмысленно, но можно поставить термогенератор, и у нас будет еще дополнительная выделяться электроэнергия, которую как раз или как электроэнергию использовать, или водоохлаждать салон. То есть это и машины, и трактора, и танки, и автобусы, все что угодно. Следующий слайд. Ну и, конечно же, это классические холодильники. Малогабаритные, которые устанавливаются в магазинах, там барны, витрины, переносные, причем они маломощные, поэтому используют не просто там на пятник поехать, но, например, для заставки каких-нибудь лекарств, или биологических материалов, там донорной крови, там зону боевых действий, какие-нибудь далекие селения, которые там просто ехать нужно долго, и источника постоянно подзарядки аккумуляторов нам очень мало. Ну, как интересно, направление это опять-таки косметики, продюсидурах, там, крио-процедурах, где необходимо создать какие-то на низкие температуры, опять-таки используются термоэлектрики. Вот есть такое забавное устройство, мне оно понравилось. Через USB-кабель подключается к компьютеру, и вот этот кружочек, он охлаждается, на него ставят пиво или какой-нибудь другой напиток не может быть охлаждён насчёт электричества из компьютера. Пожалуйста, следующий слайд. Как вы поняли, спектр использован электрика очень широк. Они используются как охлаждающие устройства, например, там, ПЗС-матрица детектора от крискокрасного излучения, то есть это очки излучного выездения, тепловизоры, всё такое, для охлаждения лазера, для работы зондов и систем исследования дальнего космоса, потому что они летают на бедном Кассини или Нью-Горизонт, они летают далеко от Солнца, с Солнечной батареей там ничего не сделаешь. Там стоят несколько термогенераторов, а тепло выделяется за счёт распадки радиоактивного плутония, потому что в космосе термоэнергетического рулят. Также его можно использовать, есть проекты по использованию тепла, которое рассеивается во время нефтедобычи, то есть там есть газ, который просто сжигается, вот эти вот факела горят, абсолютно бессмысленно. Поставить термогенератор, ещё будет электричество. Ну, японцы, народ прагматичны, они создали часы, которые работают, не нужна батарейка, они работают за счёт тепла человека, то есть там стоит термогенератор, и этого электричества поле хватает для работы часов. Ну, также, я так конкретно не упоминала, но большая область применения, это, конечно же, датчики. Датчики температуры, давления, и всего, что только возможно рядом с температурой давления. Они в науке, в космосе, в установках, мы везде, тут даже говорить нечего, это просто первая область, которая не начала использоваться. Пожалуйста, следующий слайд. В общем, это был вопрос, где использоваться. Область широкая. А как работает, что это такое? Немножко кокнуемся в историю. И надо знать в термолекричестве четыре фамилии. Две из них это отцы-основатели, Зейбек и Пельтье, но также важным был Вольта и Эрстет. Пожалуйста, следующий слайд на упакование площадь. Первые опыты были проведены Вольта, это был 70-й годы 18-го века. Что это было за время? Про электричество ничего не было известно. И только-только началось его исследование. В это время Вольта, у него была просто битва научная с Гальвани. Гальвани говорил, что электричество везде одинаково. Молния, ретростатика, батареи были сделаны. Все это электричество выделяется одной природой. Вольта говорил, что есть животное электричество, а есть обычное электричество природное. И вот он своими опытами хотел доказать, что есть животное электричество. Именно он на пару разгреваний мучил лягушек и сделал с ними всякие опыты. И одним из таких мото-путов было следующее. Свежая препарирована лягушка размещала из лапки и остальные конечности два сосуда. Он брал металлическую проволоку и окунал эти сосуды с водой. И говорил, что будет. Он заметил, что когда он один из концов нагревал и окунал воду, то лягушка началась дергаться какое-то время. То есть импульс ушел. И он так долго-долго экспериментировал с разными металлами и пришел к выводу, что да, что есть какая-то сила, которая составляет лягушку, выделяет свое электричество. Он думал, что это животное. Крывание потом показалось, что он был неправ своим знаменитым опытом. Все его знают, наверное, помним. Он одно время подключил к трупу преступника, пропустил через немоток. Труп начал моргать, сокращаться мысцы. Это всех очень сильно поражило, но конец 18 века. И тогда именно поэтесса Изабелла, как его зовут, если честно, она придумала на основе этих опытов книгу о Франкештейне и о монстре, в котором он живил из разных тел. А, мы решили. Ну да, да, да. Конечно. Следующим этапом был опыт Изабелка. Повел следующий слайд. Интересно в том, что сам Изабелк, это уже 20-е годы 19-го столетия, начал магнетизм. Он хотел понять, как он связан, он хотел выяснить, как работает магнитное поле Земли. Что он сделал? Он взял два металла, соединил их в конце, между поставил стрелку магнитного компаса и один из концов нагревал. И заметил, что стрелка отклоняется. Также он заметил, что в зависимости от того, какие были пары металлов, как сильно он нагревал, она по-разному отклонялась. Он сделал вывод, что разница температур вызывает, магнитное поле создает. И так он назвал свой эффект термомагнетизм. И этим он объяснял работу магнитного поля Земли. Он думал, у нас есть земля, есть магнитное поле также возникает. В 30-х годах Эрстет, который к тому моменту уже доказал связь синкетического магнетизма, то есть если подключил ток, то возникает магнитное поле, понял, что дело только в магнетизме, а в том, что в такой системе двух проводников соединенных друг с другом нагрев одного из них приводит к генерации тока, а не за температур. И он показал это, соединив последовательно парой металлов, то есть длинная. Один контакт нагревал, а второй охлаждал такую систему. Это был первый терморегенератор. После него генерировалось тепло, и он доказал, что причина в том, что выделяется электроэнергия. Назвал это правильно термоэлектричеством. Следующие слайд. Позже, через 10 лет, ПСЕ проводил опыт. В то время многие баловались электричеством, пытались понять, что одним из его опытов было то, что он сделал наоборот. Он сделал два проводника, соединил их и пропустил через них ток. И заметил, что один из контактов нагревается, а другой охлаждается. И позже, буквально в то же время, в конце 30-х, начале 40-х, Лоренц сделал этот опыт еще более наглядным. Он на один контакт положил капельку воды. И когда он пропускал ток в одну сторону, вода замерзала. Когда он поспал ток по другой стороне, она таяла. Это было просто чудо и магия, потому что нагрев был понятен. Течет ток, проводник нагревается, сопротивление, и все такое. Это все было известно. Но то, что может охлаждаться, это было что-то непонятное и доставило долго в тупик. У вас на следующий слайд. Таким образом, термоэлектрические явления это три эффекта. Мы рассмотрим только два. Это эффект З и Б, благодаря которому создается генерация электрического тока. То есть на контактах полупроводника, на которых есть градиент, выделяется электричество. И эффект третье, благодаря которому создаются охлаждающие устройства. То есть пропускаем ток, и один ката будет охлаждаться, а другой нагреваться. Следующий слайд. Самое интересное, то, что я вам объяснила, это обычно это то, что я рассказываю своим друзьям. Дальше уже физику не рассказываю, потому что это сложно, и им обычно уже интересно, они уже удовлетворили. Вот котелочки греются, все понятно, холодильники, все понятно. А само термоэлектричество и его работа, это довольно-таки суровая физика, и основу теории термоэлектричества создал ИОФ со своей командой. ИОФ его называют отцом термоэлектричества, это начало 20 века, и под его руководством работали просто почти все выдающиеся ученые Советского Союза. Ну, те фамилии, которые вы можете знать, это лауреаты Нобелевских премий, Капица, Ландау, там, и там множество других было. Вот именно они разработали теорию термоэлектричества. Она довольно-таки сложная, и я думала, не буду вам рассказывать. Зачем? Неинтересно. Думаю, потом подумала, нет, надо рассказать, потому что иначе это магия. Нагревается, охлаждается. Что происходит? Полезла в интернет. Думаю, ну, прочитаю, как там люди рассказывают популярно, ну, и вам расскажу. Полезла в интернет и не нашла. То есть это меня так удивило, что вот рассказывают то, что я вам рассказывала. Вот зейбэйк, вот пельтье, вот там нагревается, охлаждается, вот так выглядит термоэлемент. Физику наушно-популярно мне не удалось найти, поэтому думаю, нет, раз этого нету, то я вам расскажу. Пожалуйста, следующий слайд. В общем, что известно, что есть два разных металла, если пропускать через зейбток, на одном спае выделяется тепло, а на втором оно поглощается, то есть оно охлаждается. Следующий слайд. Ну и для того, чтобы рассказать, почему это происходит, немножко нужно снова повторить. Те, кто были на моих прошлых лекциях, уже видели эти картинки, но я еще раз расскажу. Во-первых, то, что все вещество состоит из атомов. В атоме есть ядро, есть электроны, которые вокруг него вращаются по определенным орбитам. Чтобы электрон мгновенно переходит с одной орбиты на другую, но только при условии, если у него хватает энергии. Энергию он получает в виде фотонов или квантов света. Быть между он не может. То есть электрон, если электрон покадает атом, ему нужно тоже совершить определенную энергию. Тогда он становится свободным электроном и спокойно по материалу летает. То есть электрон может или сидеть в атоме, или быть свободным. Заставить посредине двери, как говорится, он не может. Физики это описывают с помощью зонной структуры, зонной энергетической структуры. Как это представляется? Когда электрон сидит в атоме, он находится в валентной зоне, когда он получает нужную ему энергию, он перепрыгивает в зону проводимости и летает по всему кристаллу. Эта энергия, которую он должен получить, называется энергия, запрещенная зоной. Следующая. Слайд. Что происходит, если мы возьмем два металла и соединим друг с другом? То есть ясно, что в каждом металле, в каждом вещество характеризуется своей зонной структурой. То есть где-то зона чуть-чуть выше, где-то чуть-чуть ниже, где-то запрещенная зона поменьше, где-то побольше, все по-разному. Например, если мы возьмем два проводника, у одного зона проводимости начинается на этом уровне энергии, у второго ниже, то на границе у нас будет как бы горка, которая называется барьер. То есть чтобы электрону со второго полупроводника попасть в первый, ему нужно эту горку преодолеть. То есть получить определенную энергию. Если же ему сверху упасть вниз, то он должен потерять энергию. К чему это приводит? Во-первых, то, что с батами электрон имеет разную энергию. То есть это не просто какая-то энергия зона проводимости, это целый спектр энергии чуть-чуть выше, чуть-чуть ниже. Поэтому он называется не уровень проводимости, а зонопроводимость. Это множество энергии. Электрончики, у которых большая энергия, они тут будут спокойно пролетать. Те, у которых маленькая, им придется заскакивать. То же самое здесь. Если они будут вниз падать, те, которые вверху, они будут спокойно пролетать сюда, а те, которые в общем, отсюда они не попадут. в чем как бы изюминка? В том, что если мы пустили ток, электрончики, у которых будет большая энергия, они спокойно сюда пролетят. И никак это не отразится. Те, которые маленькая энергия, они должны будут получить энергию откуда-то с решетки, окружающее пространство, чтобы запрыгнуть. То есть они заберут энергию из кристалла, которые находятся в полупроводнике и перепрыгнут сюда. То есть в результате здесь вот эти все электрончики, которые будут подниматься вверх, они будут забирать на себя энергию. В конце концов этот спай будет остывать. Если же восток на другом конце спай идет наоборот. То есть у нас есть электрончики с большой энергией. И они будут переходить в зону, где в среднем энергии электрончиков меньше. Как вы знаете, если мы горячее занесем в холодное помещение, энергия будет рассеиваться и передаваться более холодным предметам. Так и здесь. Эти горячие электроны они передают свою энергию тому кристаллу, в который они попали. В результате вся система будет получать дополнительную энергию. То есть здесь у нас энергия забирается, идет охлаждение, а здесь наоборот нагрев. Если же мы сделаем наоборот, то есть будем нагревать, не будем пускать ток, а будем просто нагревать этот контакт, что мы получим. И за счет тепла вот эти электрончики получат возможность сюда перейти. и они побегут. Вот в этом суть. То, что только если есть градиент, то есть электрончики смогут возможность припрыгнуть, тогда они побегут. Еще важно, вот несколько раз обговорилось, мне тут написано проводник, а я полупроводник, все хочу сказать. И потому, что первые опыты Гольта, Эрстеда, они делались с проводниками. Это был Висмут, Копрум, железо, еще что-то. В наше же время известно, что более эффективным для термоэлектричества являются полупроводники. Причем не простые, а узкозонные. Что значит узкозонные? Есть узкозонные, есть широкозонные. Узкозонные это те, в которых запрещенная зона узенькая. Широкозонные те, которые широкая. То есть, что это значит? Если на широкозонные полупроводники мы сделаем вот такую границу, барьер будет очень высок, чтобы электрон перепрыгнул его, ему нужно будет много энергии. Такие широкозонные полупроводники используются как диоды, то есть просто запирающий слой. Если нет определенной энергии, ток не течет. Диодное имя. Или в фотоэлектричестве, то есть ширина запрещенной зоны широкозонных гораздо такая, которая соответствует энергии без видимого света. То есть то, что нам надо. Генерация электричества с помощью света. В узкозонных зона очень маленькая. Для того, чтобы электрончик перепрыгнул, нужно совсем малой энергии. И эта энергия как раз энергия тепла. Хотя, казалось бы, тепло это энергия и все такое, но на самом деле фотоны инфракрасного излучения, они низкоэнергетичны. Посмотрели там с видимым светом, рентгеном или каким-то еще главным излучением. Возьмем следующий слайд. Естественно, как это все работает в электронике, в конце концов, сделали. Модуль Z и B, с помощью которого генерируется электричество, и модуль ПЕ, с помощью которого дает поглощение тепла. То есть принцип один и тот же, то есть один и тот же элемент. Два полупроводника разных, только главный действующий лимит в случае Z и B модуля находится со стороны горячего электрона, то есть мы подаем тепло, и оно тогда генерирует ток, и у нас идет зарядка прибора. В случае ПЕ, все идет наоборот, как бы снизу и сверх. Мы подаем ток, и он генерирует электрончики, и тогда эта сторона охлаждается, и наше помещение, которое здесь находится, или еще какой-то там холодильник, охлаждается. Пожалуйста, следующий слайд. Здесь более подробно устройство, просто то, как это в конце концов приняло форму. То есть это не просто два кусочка полупроводника, они соединены медной пластиной с двух сторон. Здесь идет керамика, здесь находится опять-таки слой керамики, и решетка для того, чтобы осеивать тепло, но это в случае элемента ПЕ, которые работают в холодильниках. Что-то еще важно заметить, то, что полупроводники написаны П и Л типом. Что это такое? До этого постоянно говорила электрончики, электрончики прыгают, продолевают барьеры, все такое. Полупроводника воспользуют не только, как основные заряды, являются не только электроны, но также дырка. Дырка – это отсутствие электрона. По-настоящему она не может двигаться, пустота не может двигаться. Мы можем, например, если у нас есть 10 стульев и одно место свободное, мы можем описывать люди пересаживаются. Мы можем описывать это как пересаживание 9 оставшихся людей или как движение одного пустого места. И вот теоретически проще описывать, как меняется пустое место, а не 9 других людей. То же самое делают и в полупроводниках. То есть делают и специально добавляют какой-то полупроводник для кремни. Не будет использоваться, но для примера. Добавляют какой-нибудь другой атом, которого меньше валентных электронов. Из-за этого получается пустое место, которое ни с чем не связано. Пара нет электрона. Потом оно двигается. Называется движение дырки. Полупроводник типа негатив, то есть много негативного заряда электричества электронов отрицательных. Добавляют элемент, в котором есть наоборот дополнительный валентный электрон и он свободно отрывается и гуляет по кристаллу. Пожалуйста, следующий слайд. Весь элемент термоэтистический превосставляется в следующий вид в разрезе. То есть есть множество таких модулей соединенных последовательно. То есть у нас вот этот контакт медный вверх-вниз вверх-вниз потом так же там дальше и так он выходит. Здесь со стороны одно нагревается, другое охлаждается или наоборот как необходимо. Следующий слайд. Ну а так это выглядит на радиорынке, если захотите купить. То есть и бывает одна каскадная, бывает несколько каскадных. Их мощность варьируется в широком пределе и даже в широком пределе варьируется цена. Но на данный момент то, что полуодназад я смотрела самые такие простенькие, которые лишь бы побаловаться, стоили гривен 70, сейчас они стоят гривен 150. Что с ними сделать надо? Они используются в электронике. Если у вас есть определенный компьютер, определенный высокомощный процессор, там используются термоэлектрики, там входят, ставятся, на него специально термопаста наклеивается такой термоэлектрики. И бывают проблемы, что вот он погорел, как его менять? Зайдете на YouTube и вам будут рассказывать, что достаньте, вот отклейте, вот купите на рынке такое-то. Какая его функция охлаждает, да? Да, охлаждает. Электроники охлаждают. Так вот функции множество. Такие вот продают именно для электроники для охлаждения. То есть элементы пельтье. Элементы из айпека, которые выделяют, которые обменируют электричество. Они в основном другой вид имеют. И даже есть какое-то комплексное оборудование для зарядки, там, лотка-стала, например. То есть отдельно собрать, купить, конечно, можно попробовать, но в основном уже какие-то другие готовые конструкции. Следующий слайд. Еще есть полчаса, обращаю внимание. Угу. То есть... В общем, термоэлектричество. Главный вывод. Они используют, термоэлектрики используются широко в быту, в промышленности, в науке. В основном в двух направлениях. Первое это выделение электричества, генерация электрического тока. И второе это охлаждение и нагрев. То есть их редко когда используют для нагрева, но если, эта машина и там ставится термоэлектрик, то он сразу выполняет две функции. То есть ток будет в одно направление будет охлаждение, а в другое будет нагрев. То есть поддержание микроклимета. Ну и, конечно же, это датчики для контроля температуры. Спасибо за внимание. То, что основное я хотела рассказать, я рассказала. Ну а теперь давайте заваливать вопросами, потому что сейчас будет я чувствую весело. Значит, скажи мне, Аня, пожалуйста, кто такой этот там, который был упомянут вместе с Ландау, вместе с еще одним известным Капицей. Включись, я слушаю. Про тама никогда раньше не слышала. Я, наверное, так чуть-чуть знаю, потому что я тоже забыла. Но почему это был физик-теоретик вместе с Лишитом? Я могу рассказать еще шутку, которую один раз спросили у Ландау. Ландау считался одним из самых лучших физиков Советского Союза. И ему как-то спросили журналисты, кто, по вашему мнению, лучший физик в Советском Союзе? Самый больший вклад внес и все такое. И он, зная, что он сделал, сказал, второй это там. То есть себя он не назвал первым, но сказал, что у него там. Конкретно, что он сделал, я затрудняюсь ответить. Это, конечно, на стыд, он должен меня быть. А он закрытый был, он там не был бы делать. Ну, то есть я не буду уточнять. А вопрос, Аня, говорила, что во время войны партизан, а что они используются, чтобы заряжать, что там можно было придумать? Ну, эти элементы. То есть, как именно они их делали, я не знаю. Ну, в общем-то, смысл тот же, что два, ну, во время войны, во время войны уже знали, что такое «Зе Бэк», то есть, «Теория термокрисства» и «Офа» была за 10 лет до войны разработана. Поэтому, какие-то выходы, где они их брали, я не знаю, где-то брали и использовали. А вот эти современные решения, насколько они действительно работают? Потому что новые такие вещи выходят часто, по новостям показывают, вот вышло, там, новое-новое-новое, да, но по факту как-то в быту редко применяется, то есть, действительно ли они работают нормально? Они работают, просто дело в том, что эти походные варианты, они используются, ну, тем, кто ходит в походы. Если вы ходите постоянно, у вас жизнь такая, походная, то есть, вам это надо, вы куда-то в горы идёте и месяцами не видите людей, то вам она нужна, но если вы там на выходные выезжаете змеёв там, или куда-то по области, то, ну, зачем трали такие деньги, чтобы такую сучку покупать. В принципе, сейчас, по сравнению с фотоэлектриками и другими приборами, термоэлектричество только развивается. Вот, если во время Второй мировой войны и раньше если неэффективность была там 2-5%, сейчас в среднем вот промышленные образцы это 13%, там, лучше 15%. Есть технологии, которые позволяют сделать там 20%, но это пока только разработки, такие там, эксперименты, какие-то, нет промышленного образца, который можно допустить в производство. То есть там лаборатории отдельно сделали в каких-то стерильных условиях, померили, оп, оп, по 20%. Но так, чтобы наладить, пока же этого ещё нет. Ну и когда это будет, и технология будет отработана, то, я думаю, термоэлектричество и загорят громче и больше, как вот сейчас о солнечных батареях говорят. А сейчас и японские, это уже промышленные производства или опытные. Нет, промышленные они там продаются, можно даже там заказать. Ну это, в общем, слегка. Отстают. А если температура повысилась? Ничего, то есть там, я не знаю, как они, тоже на какой-то маленький аккумулятор есть, то есть не всегда там спишь с этими часами, то есть так, молочи их снимаешь. И чуть-чуть это запуталась как-то. Значит, надо разделять солнечную, это как бы одно, Да. А термоэлектричество, это другое. Просто вы когда в примере как-то приводили, у меня почему-то ассоциация пошла, что это один и тот же как бы механизм, да, получаешь от солнца и нет. Механизм, у нас физика одна и та же. То есть у нас есть полупроводник, вот, у меня зона валентная, зона проводимости, запрещенная зона. Что полупроводники, фотоэлектрические, что термоэлектрические, вот, вот такое вот. Только для фото мы берём вот эту большую зону, то есть она такая широкая, а для термо маленькая. И поэтому действуют два разных эффекта. То есть там в фотоэлектричество проводимости, там свет светит, отсюда выбивает электрончик, он сюда перепрыгивает и течёт. То есть у нас получается генерация электрона. Термоэлектричество у нас просто будет барьер, мы подаём тепло, оно мало энергии, он не выбивается отсюда-сюда, он просто перепрыгивает вот маленький барьер, который есть и тоже течёт. То есть в результате получается именно разный эффект. Хотя в принципе мы полупроводники. По материалам это разное. Если фотоэто это кремний, там соединение арсенита-галии и прочее-прочее, то здесь это вот там бисмут, сурмаэ, это то, что я занимаюсь. Они исторически просто первыми были, до сих пор они, ну, эффективность их высокая. И это, ну там, свинец с филуром, то есть там сложные соединения, и там очень сложные, и не много. О чём ваш диплом? Я конкретно занимаюсь твердой раствор и висмут-сурма. То есть висмут, это, вот, висмут и сурма, это вообще хитрые вещества. Вот я сказала, что это полупроводники узкозонные. На самом деле всё очень хитро. Это два полуметалла. Вот есть металла, есть полупроводники, диэлектрики, а есть полуметаллы. Вот такой замечательный класс веществ, которые на первый взгляд как металлы. То есть у них нету запрещенной зоны. То есть поэтому всегда есть свободные электроны, которые здесь летают. Поэтому металлы хорошие проводники. Стоит напряжение положить, ток сразу потёк. Всё. Полуметаллы в этом плане тоже ведут себя как проводники. Приложишь напряжение, ток потечёт. Но он будет очень-очень маленький. Потому что перекрытие очень-очень маленькое и свободных электронов очень-очень мало. Но происходят очень интересные эффекты, когда мы соединяем висмут и сурму. Например, 10% сурмы и добавляем висмут. Тазовная структура, она для того, что висмут добавляем дополнительно другие атомы, именно сурму. С другим он так не сработает. У неё вот это перекрытие исчезает. То есть зоны подойдут, добавляешь сурмы чуть-чуть меньше, ещё больше, расширяется, ещё больше, ещё раз расширяется. И так вообще становится широко. То есть это изменение зоны структуры это очень классное свойство, потому что именно от зоны структуры зависят все свойства. Мы можем полный металл превратить в полупроводник. Причём там узкая зона, совсем узкая зона, там ещё такое хитрое состояние, одно из которых я испытываю. Тот момент, когда у нас перекрытия уже нет, но запрещенной зоны ещё нет. То есть щели нет. Оно называется бесщелевое состояние. То есть для того, чтобы... То есть с одной стороны свободных электронов нету, то есть они не гуляют по пистолу, но с другой стороны стоит нам хоть чуть-чуть приложить маленькое напряжение, у нас эти сваленные электроны сразу срываются электроны и сразу текут. Это классно тем, что очень резко у нас появляется очень высокая проводимость. И там в общем куча свойств. Это перспективы классно использовать в генераторах СВЧ-излучения. То есть вообще-то такого... как это конкретно можно использовать? То есть это изменять... Изменять проводимость. То есть вы приложите напряжение и у вас очень много просто вся фишка физики полупроводников, физики твердого тела заставить делать так, чтобы в зоне проводимости у нас было столько электронов, что он там хотел. Они были такими свойствами, такими нам надо. Но это можно делать играясь запрещенной зоной внешними условиями давления, температуры, еще что-то. И вот в природе есть металлы, полупроводники, диэлектрики, полуметаллы. Веществ, которые вот тут без ничего состояния было бы, есть только химические соединения, которые тоже искусственно получаются. И вот если научиться делать опять-таки даже весны сами, потому что довольно-таки дешево, четко находить такую концентрацию сурьмы, при которой вот это бесчеревое состояние будет всегда стабильно, потому что один раз там меряем и получилось оно где-то около 2-3% сурьмы. Около 2-3% это не производство. Что значит около 2-3%? Ну, оно точно. Когда в каких-то условиях у нас 2,3%. Стабильно 2,3% у нас стабильно пип теплопроводности, электропроводности и всего такого. большое количество электронов. Если это стабильно будет, то это можно использовать, пока это не стабильно, пока это потравится понять, от чего это зависит. А от зависит очень много. у тебя там еще есть слайды после этого? Там были, но ты просто объяснили. Ну, хорошо. Ну, вот это объяснение. В общем, даже хорошо. Ну, я не хочу вам это объяснить. То есть, это загрузить. Да, я тоже так думаю. Если будут вопросы, то скажу, а если не будет, то не надо. Полезно. Сейчас в основном с полупроводниками играются, да? Да, они в основном с ними всегда игрались. Просто теперь с разными играются. Раньше вот там тоже такое модное слово нанотехнологии. То есть, что такое нанотехнологии? Квантовые точки, квантовые ямы, там еще что-то. Что-то такое. То есть, у нас есть материал, я даже говорю, весь муцельма, твердый раствор. То есть, там все перепешено, какие-то атомы. Но если сделать в этой матрице, то есть, кристаллические решетки, какие-то области, в которых будут другие атомы. То есть, грубо говоря, белый лист, и в нем будут определенные прилические черные точки. Это будут нанообъекты. То есть, размер 10 нанос 9 метра. То есть, это наноразмерный. Это несколько кристаллических периодов решетки. То есть, как в любом кристалле атомы располагаются с определенной приличесностью. Это период. Обычно там, он очень маленький. И вот нанообъекты, когда там 3 или 4 таких вот атом объединены. То есть, если их располагать определенным образом, то свойства резко меняются. То есть, в природе таких нет. То есть, металлы, электрики, плавроводники. Если взять эти точки, свойства вообще сразу можно так парировать, как мы захотим. То есть, этими точками мы тоже изменяем зону структуры всего кристалла. Это, в общем-то, тоже модное направление. И на их основе, в общем-то, термоэлектрические, мы получаем 20% какой-то такой способ. Скажите, пожалуйста, а полупроводники, какие это металлы в основном используются сейчас везде? Ну, это не металлы, это металлы, это металлы, это железо, медь, там, цинк. А полупроводники, это кремний, то есть, это вообще основа всей нашей электроники. Германии, тоже основа всей электроники. Дальше, такие там, галлии, арсенит, то есть, галлии и мущак, соединения. Ну, и там, другие соединения с галлией, там, фосфор, мущак, фосфор галлии, фосфит галлия, арсенит галлия, нитрит галлия, то есть, лазор. Это редкоземельные, да? Да, то есть, нередкоземельные. Поэтому, с одной стороны, вот именно галлия, все такое, как бы, некоторый недостаток, потому что они дорогие. Опять-таки, на основе арсенита галлии, другие делают солнечные элементы, светодиоды, ну, то есть, тоже работают со светом. И, за счет того, что они просто дороже стоят, их добыча. Но они таблицы, Менделяева, все входят, да? Ну, конечно. Конечно, да. Ну, как бы, арсенит галлия, это соединение галлии и мущака, там, и так далее. И так вот, это все, ну, это все таблицы, менилия. Ничего другого, просто нет. Ну, конечно. Спасибо. 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 Спасибо.